На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Вот она, великая империя. 20 лет политики Путина. Это были часть ГУЛАГа. Куда должны войти Китай, Индия, Россия, страны СНГ и так далее, восточные. Все голосовать за Путина? Нет. Если кто-то будет вам говорить, что мы будем жить хуже, или мы живем хуже, чем где-то, или еще какие-то депрессии на вас нагонять, никому не верьте. Если мы сильно проиграем Украину, то Россию можно закрывать как исторический проект. Нужно отрезать их от Черного моря, а когда это произойдет, все остальные регионы станут более податливыми. И Путин об этом говорил. Желающих достаточно много, так что вы не будете одиноки на столбе. Ну потому что они из преисподня, это однозначно. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Сегодня мы, как и всегда, будем поднимать вам настроение, тож трое тиск и, конечно, веру в нашу найшвидшую победу, благодаря тому, как мы анализируем российскую пропаганду, кринжатину, их втиды и те, как они безумовно палают на всех своих пропагандистских ток-шоу. Но, как и всегда, важно на старте, чтобы вы не забыли оставить нам вподобайку для поддержки этого выпуска и для подширения всей правды, которую мы берем в виде, насколько россияне нікчемные. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, оставшись с нами. И самое важное, что я могу пожелать? Если кто-то будет вам говорить, что мы будем жить хуже, или мы живем хуже, чем где-то, или еще какие-то депрессивники на вас наконять, никому не верьте. Мы живем в Белой Руси, а значит, отсюда идет свет. Значит, здесь все равно живут и рождаются самые счастливые люди. Это исторический момент для России. Если мы сильно проиграем Украину, то Россию можно закрывать как исторический проект. 20 лет мы терпели, что Украина была от нас отрезана, и нам ее рассказывали, что какая-то другая страна, враждебная там и так далее. Украина, за которой столько крови пролито, русской и украинской совместной. В русском народе, который я сейчас описывал так поэтически, 40% украинского людей с украинским происхождением. Равно как в центральной, восточно-центральной Украине, процентов 40 людей с русским происхождением. Я имею в виду так, что украинская составляющая давала более славянскую, как бы составляющую, а русская, смешанная, славянская, финно-угорская. Я считаю, что сегодня для нас крайне важно то, что в России не проходит никаких украинских дней. Вот сейчас, когда идет Майдан, создайте вы на Манежной площади в центре Москвы. Не почитание Романова, с которыми и так все ясно. Что важно говорить про то, что дед совсем сглуздом. До речи, через санкции в Российской Федерации уже давно начались проблемы с медикаментами и пигулками. Чи то он их забыл выпить, или просто в него уже остаточно сносить дах, но от такого удивились даже мы. Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ходу избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться. На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Так что спасибо большое за вашу работу. Мы еще с вами поработаем, вы, во всяком случае, еще точно поработаете, потому что вот эта составляющая душевного отношения, профессионального отношения к делу, пока техник изменить будет сложно. Спасибо вам большое. Не могла Украина выйти из состава Советского Союза, если она вышла не по закону, с точки зрения международного права. Следовательно, это так надо отменять, то есть менять нашу стратегию, отменять по суду, объявлять территорию Украины незаконно сепаратистской территории, проводить специальную военную операцию на этой территории, как операцию по наведению конституционного порядка. И если договариваться, то договариваться с американцами, а не с европейцами, потому что американцы, организаторы всего этого процесса, они источник и центр власти, который принял решение о конфликте и сопутствующем. И Путин об этом говорил. Вот вы помните, как нам говорили о том, что санкции будут применяться, как их там называли? Адские санкции. Ну, потому что они из преисподней, это однозначно. Вот посмотрите, в Евросоюзе граждане и деловые круги все чаще задаются вопросом, а вообще ради чего все затевалось? А не напрасны ли те жертвы, на которые им самим приходится идти в рамках развязанной самонадеянными проатлантийскими элитами санкционные войны против российского народа? Я помню, как год назад в своем программном выступлении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила буквально следующее. Это вот все близко к тексту с использованием прямых цитат. В результате жесточайших санкций, говорила Урсула фон дер Ляйн год назад, который когда-либо видел мир, самолеты в России не могут залететь, российская промышленность разорвана в клочья, а финансовая система находится на аппарате ИВЛ. Конец цитаты Урсула фон дер Ляйн год назад. Ну, каково это, хочется мне спросить Европейский Союз, чувствовать себя людьми второго сорта по сравнению с Вашингтоном? Ну, собственно говоря, вот оно и возвращается. Многие годы эксплуатировали в виде империи свои колонии нынешние страны Евросоюза. Теперь они сами стали колонией США. Одним из итогов санкций ЕС стала стратегическая перестройка всего комплекса внешнеэкономических связей России. Так называемый остаточный товарооборот нашей страны со всеми странами Евросоюза сегодня вдвое меньше, чем только с одним Китаем. Доля ЕС 16%, Китая 31%. Об этом мечтали в Европейском Союзе. Интересно. Однако, как бы не выпендривались ЕСовские чиновники от политики, экономика Евросоюза может только посовидовать тому... Должен появиться, Бог даст, в Евразийской академии. То есть это будет не русский Оскар, это будет Евразийский Оскар. Это академия, куда должны войти Китай, Индия, Россия, страны СНГ и так далее, восточные. И это будет мощный, большой, дорогой Оскар. Ну и пока он не будет называться Оскаром, но аналогом. Бриллиантовая бабочка. На основе общественной организации отдать мощнейшую боевую структуру, которая уже покрывает себя боевой невынаемой славой. Это величайшее дело и стоит огромных усердия и труда. И уверен, что помогал ему Виктор Петрович, Павел Иванович и многие другие люди, которые присоединились в этом направлении. Я же, в свою очередь, как христианин, держу в руках Святой Евангелие и хочу передать его Николаю Леонидовичу и сказать вот эти великие слова, они всегда вдохновляют. Апостол Павел однажды говорит «Я осознаю свою греховную немощь, но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иван Виктор Петрович, «Я осознаю свою греховную немощь». Спасибо, Георгій Георгиевич, за добрые слова и пожелания. Погадьте, что до повномочебного вторгнення ми були надзвичайно далекі, здебільшого від того, аби вивчати і розуміти, а як, в принципі, живуть росіяни. Ми про них знали щось на кшталт того, що в них існує друга армія світу – поверхневі знання, що вони нібито схожі до нас, наші сусіди, хтось говорив, родичі і так далі. А коли ми розпочали вивчення, глибинне дослідження, що таке російська глибинка, хто такий середньостатистичний росіянин, що відбувається в їхніх провінціях, то ми зрозуміли, що ми ні до чорта про них не знали. І тепер в соціальній мережі кожен раз, коли підкидають нам якесь відео з Російської Федерації, перше, що мені хочеться сказати, не може бути. Як це може існувати? А потім ти розумієш, що це тенденція, це їхнє буденне життя і їхня ротина. Тож, власне, те, від чого сьогодні навіть в нас від висли щелепи, переглядаючи їхні соціальні мережі, далі. Посмотрите, пожалуйста, на ось цю красоту. Знаєте, що це таке? Це дерев'яний мост, який відкрили в Ленобласті. Відкрили його з піснями, плясками, підгиблення росії, з перерізанням ленточки, шарики, все красиво, в общем, як відкривають туалет, так і відкрили мост. Скрепненько так, традиційненько, духовненько. Прямо так і хочеться крикнути Гойда. Мост, конечно, красивий. І вот попробуйте угадати, можете даже остановити видео, скільки може стоить вот такий мост. А обошлось це чудо в 5 млн. рублей. Ну, помните, як в детстві в математике? Один пишем, а 4 в умі. На крузак. Уже не первый раз Кадыров манипулирує мусульманами і своєю принадлежністью к религії іслам, произнося слова о том, що джихад ведеться проти України. І це священа об'язаність всіх мусульман. Ще 28 октября 2022 року він нєс цю ахинею, нєс цю і сьогодні, в середіні ноября 2023 року. У мене мало вопросів к лідерам мусульманских культов в Росії, тому що вони приходять на поклон к Путину. Але вопрос к рядовим мусульманам. Як ви позволяєте так коверкати свою религию, так издеваться над ней? Неужели ви так же терпите уничтожение ислама, як православні терпят уничтожение православия руками РПЦ? Вам не противно, вам не омерзительно, що узурпатор, диктатор строит із себе лідера і защитника мусульман в Росії і під цим соусом подаєт необхідність воєвати проти України? Ви прекрасно осознаєте, що українці точно такі жертвы оккупантов, як і чеченці. Так, якого лешого ви це терпите? А, вот, здесь, наверное. Щоб подавляюще більшінство наших людей, да, победа в специальної воєнній операции так чи інакше зв'язана з безоговорочним пораженням України. А для почти четверти респондентів итогом, значит, стане присоединення з закрепленням нових территорій. Вот, що таке безоговорочне пораження України? Це присоединення територій? Вот, видите, у нас даже, вот, люди, які кажуть про пораження України, вони теж не можуть нормально сформулировати. Вот, давайте попробуем обменяться мнениями. Потому, что что-то мне подсказывает еще раз, что в ближайшее время этот вопрос, собственно, будет основным на повестке дня. Алло. Роман, добрый вечер. А, здравствуйте, Гурген. Здравствуйте. А, видите ли, начало специальной воєнной операции, когда были проговорены все ее цели, включали в себя, в первую очередь, демилитаризацию, а так же денацификацию. Вот, мне кажется, а так же безъядерный статус, да? Скажем, предание тому, что осталось от Украины, безъядерного статуса. А вот с этим мы еще подумаем, стоит ли... Итак, мое предложение для проведения денацификации. Естественно, нужна вся территория Украины, современной, наследница Украинской ССР. И демилитаризация, в первую очередь. Мне кажется, украинцы сами раньше нас с вами сделают эту демилитаризацию, потому что, как вы совершенно верно только что сказали, ресурсы исчерпаемы. Тем более человеческий ресурс, женщины в армии и так далее. Вы знаете, вот поразительная вещь сравнения России, что Россия приобрела свою Палестину, да? Дело в том, что в мягком подбрюще, да? Soft underbelly, как говорят англичане. Нет, это не так. Украина будет куда как более сговорчивой, если с моей непрофессиональной точки зрения, Роман, я выражаю только свое оценочное суждение, это необходимость начать с юга. Это Одесса Николаев, Херсон, Измаилу обязательно. И как только, как мне представляется, как только эти территории отойдут к Российской Федерации, вследствие блистательного референдума, а в этом я абсолютно убежден, вот только тогда остальные территории станут податливыми. Вот у меня такое мнение. Спасибо. Спасибо. Ну да. То есть вот то, о чем вы говорили, это по большому счету там называется Черное море, да? То есть нужно отрезать их от Черного моря, когда это произойдет, все остальные регионы станут более податливыми. Ну, наверное, да. Записаться можно и онлайн на портале мост.ру. Открыта горячая линия 117. Там же все нужные данные о мерах поддержки семей бойцов. Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят вот с начала года записали службу армии. Но мы не прекращаем прием добровольцев. Как работал фунт, так и будет работать. Желающих достаточно много, так что вы не будете одиноки на службе. Спасибо вам, ребят. Спасибо. У нас такие награды серьезные, я смотрю, да? Да не очень. Обычно. Хотелось Борден. Как зовут? Владислав. Владислав из Москвы. Я ордена не могу выдавать, могу часы дать. Да нет, ну что вы. Держи. На память. Спасибо. Как вы думаете, в данный момент за что умирают российские солдаты в Украине? Ну, блин, я не знаю даже. Это их дело. За родину, наверное, свою. А где они там в Украине свою родину нашли? Ну, я имею в виду, они их посылают, они за это умирают, можно так сказать. А тот, кто их посылает, за что их посылает, за что воевать? Ну, это я уже не знаю, это их личное дело, я не знаю. А украинцы за что воюют? Украинцы свою землю воюют. Правильный ответ. А россияне тогда не за свою? Ну, хоть так. Получается так. Давайте пожелаем России, от Украины победы. Ну, давайте. Слава Украине, Украине победы. Нет, нет. Вы из России? Нет. Нет, нет. Хорошо. Вся техника, которая сейчас, на следующей неделе отправится туда, к ребятам на фронт, конфискованная у незаконных лесорубов, также там еще стоит сурф, и это краны, уралы, те, которые сегодня нужны нашим ребятам военным. Благодаря оперативной работе прокуратуры, а также помощи военной полиции прошла все необходимые процедуры, и на следующей неделе будет грузиться на эшелоны и отправляться туда 10 единиц. Техника конфискована у незаконных недропользователей. Серьезная техника. Вот она. Хитачи тоже их, да? Хитачи? Да, да, да. Вот такие золотопромышленники. Разбывали реки, разворотил. Лесные угодья. Вот она, значит, должна быть конфискована и направлена на нужды своего. Вот еще два Урала. Кран сейчас тоже из конфискованной техники, отремонтированный. Отправляется к нашим ребятам. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие в ремонте этой техники. Подготовил ее, красил специальный цвет. Полностью готова, окомплектована. Движайшие дни будет загрушена. Вы еще голосовали за Путина? Нет. Вы что, с ума сошли? Я сама работала в выборной компании. Сама. Я знаю автобиографию этого Путина, вот, с пеленом. Он за злющим заморышем рос. Его ж не любили, его не признавали. И он задался целью, что вырасту я вас всех. Вот он это сделал. Сказайте вам, кем я работала? Кем вы работали? Инженерком фундирования по представлению ракетных топливов. А сейчас я нищая. Можете представить? А сейчас я нищая. Ремонт, мы все слова. И сколько же вы проработали? 45 лет ровно на заводе. Что вы думаете дальше делать молодежи? Что делать? Не молчать, не прятаться. Собираться. Общество собирать. Выступать. А что за что-то делать? Бойкоты устраивать. Ну, двоих-троих заберут. Но все равно отпустят. Никуда нет. Сам. А сейчас жим-то. Что в тюрьме? Что это сейчас? Думала недавно на тему. Ну, почему в основной своей массе молодежь такая слабая энергетически? Как-то энергия у них быстро заканчивается. Как-то они на какие-то мелкие неприятности уж так обращают внимание. Так муссируют это все. Так толкут воду в ступе. Вот одна 30-летняя мне говорит, ой, я пару лет назад так сильно ударила ногу. Она же у меня теперь болит на погоду. Это же она всю жизнь будет так болеть. И я, которая несколько лет назад перенесла операцию на позвоночнике по удалению грыжи, стою, слушаю ее и киваю. Ну, что, мне надо было бабушку на лавочке включить? Да что там у тебя? Вот у меня. О-о-о. Почему такие? Мы сами, наверное, виноваты. Мы их балуем в детстве. Мы очень многое берем на себя. Потому что ей же еще жить. Ей достанется в жизни. А получается, если ты сейчас ее не так слишком пожалеешь, вот то, что ей потом в жизни достанется, возможно, ею легче перенесется. Правильно сказал? Ну, вот так пишут, что это Платон в разговоре с Сократом сказал, что трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди делают трудные времена легкими. Хорошими даже. А хорошие времена рождают слабых людей. Так вот, когда, воспитывая ребенка, мы создаем для него прекрасные, тепличные, хорошие условия, он потом, он и такие же, как он, его поколение, делают времена трудными. А еще нужно на храм жертвовать. Представляете? Это что, россияне, это жрать? Нет, ну, в общем, дом-то есть крупа. Наверняка так не бывает, чтобы хозяйственная женщина так хочет, наверняка у нее дом-порядок, у этой женщины. Вот чувствуется по самому вопросу. Что даже если она всю зарплату отдаст, ей на месяц там запасов хватит дома. Отличный просто дворик. Разваливаются дома. Вот она, Великая Империя. 20 лет политики Путина. О чем тут можно говорить? Я не знаю, у нас уровень жизни один из самых худших вообще на планете. Просто посмотрите на к***ц. Это жилой дом. Вон кот сидит. Да, ну, прекрасно же. Это что, по его мнению, элитное жилье, что ли? Великая ядерная сверхдержава. Просто п***я сплошная помойка. Грязь, ни дорог вообще, ни домов. Люди срут на улице до сих пор, в 21 веке. Это изумительная детская площадка. Просто посмотрите сюда. Продолжаются в Иркутской области строительство новых домов. А вот состояние старых порой оставляет желать лучшего. Жители деревянной двухэтажки в Братске жалуются на холод в квартирах. Кто должен следить за состоянием таких зданий, разбиралась Дарья Ивазова. От сквозняков в квартире не спасает ни один ковер. В деревянной двухэтажке в Братске 84-летняя Мария Никитична живет уже 20 лет. Но назвать эту жизнь комфортной нельзя, по крайней мере, зимой. Ведь с приходом холодов температура падает не только на улице. Первый этаж у нас очень холодно. Это мы уже 20 лет так мерзнем. В прошлом году все же добились, пришли, они ободрали. Вот эту заваленку, где сильнее щели, они запенили. В этом году поначалу дело сдвинулось с мертвой точки. По заявке жильцов сотрудники управляющей компании запенили цоколь первого подъезда. Но на этом работы остановились. Там, где жильцы не жаловались, закрывать щели и вовсе не стали. Прихода морозов люди ждут с опаской, помня предыдущую зиму. Мы в Валенках ту зиму походили вот в квартире. На холод и сквозняки в подобных деревянных домах жалуются и жители Иркутска. У меня тепло-то все на улицу идет. Стенка-то, понимаете, дырявая. Я штукатурила несколько раз. А толку-то. А еще в доме дырявая крыша, которая течет в дождь и когда тает снег. Конечно, подавляющее большинство подобных домов в Иркутске признаны аварийными и ждут расселения. Ведь многим из них несколько десятков лет. А есть и здания старше полувека. В том же Иркутске таких 23, а в Братске 57. Большинство проблем деревянных многоквартирных домов по всей Иркутской области связаны именно с возрастом. Ведь эти здания исторически и не должны были стать постоянным жильем. Оно строилось для того, чтобы создать некую жилищную базу, жилищный фонд для строительства новых городов, новых поселений. Часть этих времен осталась как наследие от лагерей, временного размещения. То есть это были часть-часть ГУЛАГа. Органная. Смотрю свой самокат и понимаю, что уже холодно очень. И что уже на нем, да, там нормально не поездишь, как бы можно, да, поехать. Но очень холодно будет. И уже как бы не подновали в 60-е, вот. На самокате потом шиной-то пи***. Очень холодно. Вот сейчас любуюсь просто на него в сложенном виде. Вот он, мой красавчик. Ничего не снимал, вот как был там флаг на нем, цепь, защитная колонка. Все так же и осталось. Да вот. Не знаю, че у вас поднимается настрій від російської кринджатини так само, как у меня и у моей команды. Но сподіваюсь, что сегодня вы еще раз и еще раз захотели сказать, господи, дякую, дякую тобі, что я не москаль. Не забывайте, друзья, по фінішу нашего сьогоднего выпуску обовязково лишать нам вподобайку. Это украй важливо для поширения всей зібраної информации. И обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф и лише все из нами. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.